Привет, друзья! Чтобы вырастить из своего ребёнка достойного человека, нельзя постоянно идти на поводу его желаний. Иначе, когда он станет старше, будет уже слишком поздно внушать ему правила поведения. Станислав выскочил из школы вместе с группой одноклассников. Было время обеда, и мальчишки решили сгонять в Макдональдс, благо он был через дорогу от школы. В столовую многие не ходили, поскольку там давались супы и котлеты с пюрешкой. Парню нравилось есть в Макдональдсе. Только вот мама очень не любила давать на это деньги. Она говорила, что он в своём шестом классе уже начал набирать вес. Но парень не верил, что это от вкусной еды. Сегодня его собирались угостить ребята, и он бежал в предвкушении. Вот только перед входом в школу неожиданно увидел мамину машину. Он заметил, как мама, сидящая за рулём, позвала его к себе. Ребята побежали дальше. Станислав подошёл и залез в машину. Мама знала, что сейчас в школе время обеда, и вот почему-то решила приехать. Она улыбнулась, порылась в сумочки и неожиданно вытащила оттуда два полных пластмассовых контейнера для еды. После этого Ольга протянула их сыну. Мальчик взял их с интересом. Когда он открыл первый ланчбокс, лицо его приняло удивлённое выражение. Там лежал приличный кусочек варёной куриной грудки с рисом. После того, как парень открыл второй контейнер, глаза его округлились окончательно. Здесь лежали грецкие орехи, курага и чернослив. «Мама, что это?» – возопил мальчишка. «Тебе пора питаться правильно и не допускать подъёма веса. Это будет некрасиво и попортит здоровье уже к концу школы», – ответила женщина. Станислав психанул настолько, что уже не давал отчёта в своих действиях. Он запечатал оба контейнера, опустил в машине стекло и с размаху выкинул их на улицу. Женщина была поражена, а её сын завопил во всё горло. «Я не собираюсь сжирать эту дрянь. Если хочешь, чтобы я не подох с голоду, купи мне хотя бы мороженое. Пойдём в Макдональдс и купишь мне там мороженое». Ольге было страшно стыдно. Проходящие прохожие уже начали обращать внимание на крики в машине. Чтобы прекратить шум, женщина согласилась на требования сына. В это время её взгляд упал на худенькую старушку в старой поношенной одежде, которая с интересом открывала вышвырнутые её сыном контейнеры с едой. Сначала она понюхала курицу и аккуратно положила пластмассовую посуду с ней в свою сумку. Когда она открыла второй судок, глаза её радостно блеснули, и старушка тут же съела несколько черносливин. Станислав тоже увидел старушку и неожиданно бросился к ней. «Ты что, старуха, чужой хапаешь? Это моё!» – закричал он и выхватил сухофрукты. Бабуля растерянно заморгала. В этот момент подоспела потрясённая мать. Она вырвала у сына пластмассовый контейнер и протянула его старушке. «Вы простите нас ради бога!» – со слезами на глазах сказала она старой женщине. «Вы, кажется, шли в магазин? Можно мы тоже с вами?» Старушка ничего не сказала, только пошла вперёд. Ольга Сергеевна обернулась к сыну и бросила только одно слово – «за мной». Но сказано оно было таким тоном, что парень побоялся ослушаться. Он впервые видел свою мать в таком состоянии. В магазине женщина о чём-то пошепталась бабулей, затем вдруг стала набирать в тележку разные товары – хлеб, молоко, подсолнечное масло, овощи, ещё что-то. Парень видел не всё, но терпеливо стоял у выхода, ожидая, когда же они, наконец, выйдут. Мать вышла с увесистым пакетом и вдруг водрузила его в руки Станиславу. «А мой сын сейчас донесёт вам покупки до подъезда», сказала Ольга Сергеевна старушке. Подросток ошалело глянул на мать, но увидел в её взгляде настоящий холод и вдруг испугался, сам не зная чего. До подъезда шли молча. На прощание женщина приобняла старушку и сказала «большое спасибо». Бабуля удивлённо посмотрела на женщину. «За то, что вы научили нас ценить то, что у нас есть», – ответила на невысказанный вопрос Ольга. Когда старушка скрылась в подъезде, мать повернулась к сыну. Она посмотрела на него холодным взглядом и сказала «Сегодня, мой неблагодарный сын, я увидела тебя во всей красе. С сегодняшнего дня ты будешь есть только то, что разрешим тебе мы, и делать только то, что будет сказано. Я надеюсь, что мы ещё не опоздали воспитать из своего сына достойного человека». С этими словами она обняла Станислава, и они вместе пошли в сторону школы. Парень презирал еду, которую ему предлагала мать, но получил серьёзный урок. Важно учить своих детей ценить то, что они имеют. Самое важное – давать им не деньги, а воспитывать их примером и прививать правильные человеческие ценности. На этом всё друзья! Делитесь видео и ставьте лайки, если вам понравилась эта история. До скорого!